Добрый день, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас. Тема нашей сегодняшней встречи, вы видите ее на экране, будет посвящена изменениям, которые произошли в договорах ГПХ и больничным листам в этом году, которые будут немножко по-новому и считаться, и работать. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, телефон, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести либинар буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева-Галина. Вы видите мои контактные данные. И адрес сайта вам будет полезен, если вы, например, не смогли досмотреть до конца или время оказалось вам неудобным. Через некоторое время мы выкладываем информацию на сайте, и вы сможете посмотреть нашу встречу в записи уже на сайте. И, возможно, какие-то другие темы вас заинтересуют. У нас достаточно много там материалов размещено, так что добро пожаловать. Наша сегодняшняя встреча будет проходить в таком формате. То есть нормативные, если можно так сказать, акты и нормативную информацию я буду показывать вам на слайдах. Будут скриншоты из программы, и мы будем переключаться на демо-версию, уже то, о чем поговорили, так сказать, смотреть на демо-версию. Я сейчас на нее переключусь. Вот мы с вами теперь находимся в демо-базе. Ну и, соответственно, будем смотреть на, так сказать, на местности, как что происходит, и как что надо сделать ручками. Ну и, соответственно, я буду давать попутную информацию, потому что может вам потребоваться для настроек или для использования в самой конфигурации. Мы снова с вами сейчас возвращаемся к нашим слайдам. Итак, программа нашего вебинара. То есть мы будем говорить о новых правилах начисления взносов, ну и, соответственно, их отражения в ЕРП. Потому что взносы напрямую будут завязаны на больничные для работников, которые работают по договорам гражданского правового характера. Поговорим про особенности этих договоров. Поговорим по настройкам, которые, возможно, необходимо вам будет сделать для того, чтобы в конфигурации отражались, ну, уже новые данные, соответственно. Поговорим про дополнительные сервисы, про личные кабинеты. Ну и немного там будет еще и попутной информации. Итак, переходим к самой нормативной информации. То есть надо в первую очередь сказать о том, что договора гражданского правового характера в корне отличаются от трудовых договоров по одной, в общем-то, единственной причине. То есть когда человек у вас оформлен по обычному трудовому договору, то в этом случае он исполняет какие-то обязанности, и у вас с ним есть трудовые отношения. Гражданско-правовой договор, мы будем называть его дальше ГПХ или ДГПХ, то есть договор гражданско-правового характера. Это отдельный вид договора, в котором стороны определяют результат труда, что требуется сделать, ну, для примера, там, например, покрасить забор, прибить гвоздь и так далее. Ну, естественно, в вашем случае это будет ваша специфика конкретная, то есть результатом труда по гражданско-правовому договору будет какой-то результат труда. И, соответственно, вот новое понятие трудовая функция – это новый справочник, в который требуется заносить информацию уже по конкретной специфике вашей работы и, собственно, договора с работником. Вы видите, вот определение идет, в чем разница между договорами ГПХ и обычными трудовыми договорами. То есть если вы принимаете сотрудника на работу, то есть заключаете с ним трудовой договор, даже если это срочный трудовой договор, вы принимаете его в штат вашего предприятия. То есть, соответственно, вам для того, чтобы сделать такую операцию, нужно, чтобы были созданы штатные должности, штатное расписание и, соответственно, все справочники, которые при этом задействованы, нужно заполнить. По ГПХ требуется ввести нового сотрудника. Обратите внимание, это делается из меню «Кадры», и там мы создаем сотрудника, то есть мы не делаем приказ о приеме на работу. Мы указываем его контактные данные, его регистрационные данные, то есть ИНН, СНИЛС. И, соответственно, в этом случае нужно будет заполнить очень подробно все предлагаемые поля, поскольку эта информация будет в дальнейшем отражаться в отчетности в регламентированной. И, соответственно, если вы что-то пропустили или неверно указали, вы можете нарваться на то, что налоговые органы пришлют вам уведомление о том, что ваша отчетность считается непредоставлена, несмотря на то, что вы отправили ее вовремя, и вроде как все было благополучно. То есть после того, как вы создали сотрудника, с ним требуется оформить договор. То есть это договор на выполнение работы, это оказание услуг. Если у вас уже этот сотрудник какие-то работы выполнял, то, соответственно, в карточке нужно оформить новый договор. То есть старые у вас должны быть уже закрыты, то есть по ним работы выполнены, и взаиморасчеты закрыты. И вы добавляете новый договор через список договоров в меню в журнале договоров. Как это делается? То есть мы с вами вот сейчас посмотрим на слайдике, а потом переключимся уже в базу. То есть меню кадры, раздел кадры, и для создания работников по ГПХ нам нужно перейти в раздел создать и выбрать сотрудник. То есть мы создаем с вами сотрудника, дальше мы создаем договор, и, соответственно, в договоре проставляем отметочки. Почему важный, почему такой акцент я на этом делаю? Потому что с этого года, с 1 января, сотрудники, которые выполняют работы или услуги, включены в перечень застрахованных лиц по обязательному соцстрахованию на случай временной недрудоспособности. Насколько вы помните, до 1 января этого года у нас такие сотрудники, зарплата таких сотрудников не облагалась взносами по соцстрахованию. То есть за них платили пенсионный фонд, медстрах, а соцстрах выпадал. То есть 2,9%, которые мы раньше платили в ФСС, которые отражались в отчете 4 ФСС, в этом случае у нас не были задействованы. И, соответственно, при работе по ГПХ предприятие могло сэкономить, ну, как минимум, 2,9%. Сейчас сотрудников по ГПХ приравняли сотрудникам по обычным трудовым договорам. То есть взносами облагается вся сумма начисления, которую вы сделали этому, такому сотруднику. И, соответственно, еще одна тонкость, это не только соцстрах 2,9%, это еще и несчастное страхование. То есть страхование НСПЗ от несчастных случаев и профзаболеваний. Чтобы эта сумма была более точно рассчитана, нужно знать ваш кодек ВЭД и, соответственно, группу, к которой отнесено ваше предприятие. Ставка взноса в этом случае варьируется от 0,2% до 8,5%. Ну, естественно, в зависимости от того, какую деятельность вы производите. И вот здесь есть одна такая тонкость. То есть работодатели в 2022 году по договорам ГПХ таких взносов не платили. То есть не было начисления ни 2,9%, ни там 0, например, 2%. И, соответственно, такие сотрудники не могли придетить давать на оплату больничных листов, там декретных отпусков и так далее. Значит, что нужно теперь? То есть если у вас человек работал только в 2022 году, только по ГПХ, то, соответственно, в 2023 году он не сможет воспользоваться больничными листами, потому что у него просто не начислены взносы. Стоимость страхового года оплачивается наперед, то есть в 2022 году оплачивается 2023 год. Но поскольку 2023 год пустой, то, соответственно, возможность использовать право на больничный у него возникает только в 2024 году. Но если этот работник работал где-то еще по обычному трудовому договору и работодатель в общей сложности начислил в его пользу не менее 4833 рубля 72 копейки, то в 2023 году, если человек работает только на ГПХ, то он будет иметь право на оплату больничных листов. Это базируется на основании письма Минфина от 25 августа 2022 года. 4833 рубля 72 копейки – это стоимость страхового года, которую рассчитывают по МРОД на начало года. То есть 13 890 рублей умножаем на 12 месяцев, умножаем на 2,9%. То есть если такая сумма была перечислена, то работник будет иметь право на больничный, если по трудовому договору его зарплата была не менее 166 680 рублей за год. То есть разделите на 12 месяцев, получите сумму, которую он должен был получать в месяц. Здесь есть еще несколько интересных моментов. То есть при работе с гражданско-правовыми договорами, раньше они были как бы одной группой, все договора считались ГПХ, сейчас договора идут уже более детализированы, то есть авторские, лицензионные и так далее. И самый, собственно говоря, основной порт делается именно на договор. Вот мы сейчас видим слайдик. Упс, извините, проскочила. То есть договор работы услуги. И, собственно, мы должны будем выбрать, как учитывать расчеты по этому договору. То есть они могут, вот здесь у нас, видите, есть пункт в шапке «Учитывать как». И здесь мы имеем возможность выбрать, то есть расчеты по оплате труда, то есть это 70-й счет, или мы эти работы будем учитывать как договор с контрагентом. Тогда будет работать 76-й счет. И еще одна тонкость. У нас есть закладочка «Условия договора». И вот здесь мы должны проставить чекбокс. То есть вот эту зеленую галочку «Подлежит страхованию от несчастных случаев». Вот в этом случае, если у нас здесь есть флажок, то в программе будет начисляться не только 2,9%, но и в соответствии с вашим тарифом, то есть, например, возьмем минимальный 0,2, будет еще и от несчастного страхования начисляться взносы. Вот в этом случае у вас будет возможность, если какие-то, например, производственные травмы или еще какая-то экстремальная ситуация, то, соответственно, здесь уже будет другой алгоритм работы с начислениями и, соответственно, с выплатами человеку. Теперь еще один вопрос. Как будет оплачиваться больничный в 2023 году? Вот здесь у нас с вами ничего не поменялось. То есть сотрудникам, у которых стаж больше 8 лет, по больничному компенсируют 100% потерянного из-за болезни заработка. При стаже от 5 до 8 начисление будет 80% от зарплаты. Ну и если у вас, например, приходят выпускники учебных заведений, ну то есть молодые какие-то специалисты, то в этом случае, если их стаж до 5 лет, то им выплачивается 60% среднего месячного заработка. То есть принцип расчета выплат по временной нетрудоспособности у нас принципы остаются неизменными. Если, например, у человека больничный по уходу с больным родственником, ну, соответственно, это чаще всего дети, и, ну, если у человека есть родственники, у которых, например, там инвалидность или еще какие-то серьезные заболевания, то в этом случае, насколько дней дается больничный лист, у нас регламентирует глава 5 приказа 1089. И, соответственно, это у нас статья 7 закона 255 ФЗ. По деткам, которые заболели, то есть у нас здесь тоже есть ограничения, ну и, соответственно, это обычно головная боль всех работающих родителей, потому что нужно следить за показаниями, сколько дней уже было использовано и сколько лет, какой возраст ребенка. То есть вы видите табличку, здесь у нас указан возраст, и выдаются ограничения. Может человек брать больничный листок или не может. То есть если деткам до 7 лет и такой ребенок лечится амбулаторно, то есть без того, что его положили в больницу, то вы видите, какие у него есть ограничения. И действует вот это положение с 10.04.2018. Ну и, соответственно, оплачивается весь период лечения. Ограничения по оплате в год, сколько дней вы можете таким образом использовать, это 60 дней. 90, если есть некоторые заболевания, ну, например, такие, как туберкулез. Если ребенок лечился в стационаре, то в этом случае оплачивается, исходя из выписки, которую вам дали. Если ребенок от 7 до 15 лет, то, собственно, ограничения, которые действуют, вы тоже видите в табличке. И если дети уже подростки старше 15 лет, то в этом случае больничный лист выдается на 7 дней, и ограничения по количеству дней в году оплачиваемых, это 30 дней. Сейчас мы с вами перейдем в демо-базу. И посмотрим, как у нас с вами должны быть зафиксированы больничные листы. В этом смысле порядок абсолютно не изменился. То есть так же, как действовал до этих пор. И мы фиксируем больничные листки. Больничные листки. Это в разделе кадры у нас живет. И вот сейчас я перейду в журнал больничных листков. Соответственно, вот я ввела один больничный лист для примера, чтобы мы могли в него посмотреть. Больничный лист у нас открывается. Я взяла по предприятию «Деловой союз», где у меня были начисления на сотрудников. Ну и, соответственно, алгоритм начисления абсолютно такой же, как и действовал раньше. То есть три дня за счет работодателя у нас никто не отменял. Ну а последующие дни, естественно, уже идут за счет соцстраха. Напомню, что у нас с прошлого года практически у всех, до этого года только в пилотных регионах было. То есть соцстрах перешел на прямые выплаты. То есть больничные листки оформляются только в электронной форме. И из медицинского учреждения направляются сразу в соцстрах. То есть вам не надо бегать за работником и просить, чтобы он вам принес или не забыл принести больничный листок. Ну и, соответственно, вы можете просматривать на сайте судьбу больничного листка, что он выписан, или там он продлен, продлен на сколько дней. Ну то есть полностью всю информацию, которую мы, в принципе, привыкли видеть раньше на самом бумажном формате. Ну, с оборотной стороны обычно это указывалось. Долго, к сожалению, запускается. Пока он запускается, мы с вами перейдем обратно к слайдам. Значит, мы с вами посмотрели ограничения по срокам, которые действуют при выписке больничного листа по уходу за близкими родственниками. А теперь еще про одно новшество, которое гораздо более революционное, если можно так сказать, которое будет иметь отношение и к начислениям по больничным листам. То есть в прошлом году, в конце прошлого года, пенсионный фонд, обратите внимание, что разрабатывал новую форму, пенсионный фонд. Эта форма у нас называется ЕФС-1, и она заменяет собой четыре отчета, которые раньше сдавались в пенсионку, и четыре ФСС, то есть отчет, который задавался в соцстрах. Название этого отчета достаточно сложно. Вот вы видите сведения для введения индивидуального, персонифицированного и так далее. Более коротко он называется ЕФС-1. Сама форма этого отчета и порядок ее заполнения утверждены постановлением правления пенсионного фонда от 31-го, 10-го, 22-го года. А формат подачи в электронном виде постановлением, опять же, правления пенсионного фонда, тоже от 31-го, 10-го, видите, от 31-го, 10-го. Но если первое постановление у нас было 245-п, то это постановление 246-п. Я специально акцентирую ваше внимание на электронном виде, потому что этот отчет, то есть ЕФС-1, у него внутренняя кодировка отличается от отчетов, которые мы сдавали по отдельности в пенсионный фонд и в соцстрах. Сам по себе отчет несложный, то есть в этом отчете мы заполняем все уже знакомые таблички, просто они собраны, если можно так сказать, под одной крышей. То есть у нас в этом отчете есть титульный лист, и дальше у нас есть два раздела. И в этих разделах есть подразделы, которые, в принципе, в разделе 1 соответствуют формам тех отчетов, которые мы сдавали по отдельности, то есть заполнить их не представляет сложности, они всем вам хорошо знакомы. А второй раздел – это отчет уже в соцстрах, и здесь отчет заменяет форму 4 ФСС, но форма еще находится в разработке, и поэтому, в общем-то, как она изменится дальше, будет видно уже только со временем. В саму форму автоматически включаются сведения о заключении или прекращении договоров гражданско-правового характера по аналогии с приемом или с увольнением. Для того, чтобы в отчете это все отражалось, нужно установить флажок «Отразить трудовую деятельность». И сейчас мы посмотрим, у нас программа уже сработала, она открылась на больничном листе, и сейчас мы посмотрим, что отразилось. Да, к сожалению, больничный лист вот у нас открылся, но мы про него поговорим попозже, а вот сам, допустим, зарплата, ну, выберем все начисления. Да, вот у меня здесь больничный листочек есть. Это мы его сейчас только что видели. А нас интересует, собственно говоря, договор. То есть, как я уже говорила, договор гражданско-правового характера требует тщательного и полного заполнения всех полей и всех сведений. Потому что если вы не укажете, например, ИНН или номер СНИЛС, то в отчет у вас попадет либо недостоверная информация, либо вообще отчет не будет принят, и вам придется потом в пожарном порядке, ну, как бы, редактировать и исправлять ошибки. Обратите внимание, что в договоре необходимо указывать код по ОКЗ. То есть, что это такое? Как я уже раньше немного говорила о том, что раньше договора ГПХ были как бы одной группой, то теперь у нас, соответственно, в документах будет разное обозначение. То есть, ДГПХ – это договор гражданско-правового характера. ДАВТ, то есть, это договор авторских выполнения работ. То есть, у нас в программе теперь есть новый справочник «Трудовые функции», в котором коды уже созданы, то есть, они имеются в программе, и это у нас живет в настройках и классификаторах. То есть, если мы сейчас с вами снова переключимся на демо-базу, то, соответственно, у нас есть раздел «НСИ» и «Администрирование». Здесь у нас есть настройки, которые касаются разделов «Кадры» и раздела «Зарплата». То есть, в разделе «Зарплата» мы с вами создаем, ну, соответственно, настройки, которые касаются начисления заработной платы. Сейчас мы вот так вот сделаем, чтобы было видно. И, собственно, вот здесь вот создаем те настройки, которые вы желаете видеть или которые уже существуют на вашем предприятии. Просто мы их по-хорошему должны проверить и пробежаться, все ли используется то, что нам здесь нужно. А в разделе «Кадры», так, в разделе «НСИ» и «Администрирование» раздел «Кадры». В разделе «Кадры» мы отмечаем, соответственно, то, что касается именно отражения в договорах и, ну, собственно, все настройки, которые должны быть. Это сделать обязательно нужно, потому что в противном случае у вас, если вы пропустили какую-то настройку, у вас просто не будет активизирован раздел с функциональными опциями, которые касаются этого раздела. Напомню, что в других конфигурациях, ну, например, в бухгалтерии, вы сразу видите, что у вас есть, какие функции. А в ERP, поскольку здесь достаточно много того, что может применяться, но может и не применяться, для активации необходимо проставить чекбокс, чтобы этот раздел был доступен вам и вы могли его использовать. Ну, в частности, к такому разделу относится воинский учет. То есть вы проставляете вот здесь вот флажок, у вас активируется, ну, собственно, этот раздел. Кроме этого, у нас еще есть, ну, вот конкретно настройки и справочники уже в каждом подразделе, то есть кадры, зарплаты и так далее. Что мы здесь видим? То есть мы видим здесь уже более тонкие настройки, которые должны быть использованы при оформлении кадровых документов. и, соответственно, нас интересуют еще договора, которые должны быть заключены с каждым таким работником. Сейчас мы снова переключимся на слайды. И вот еще на чем мне хотелось бы акцентировать ваше внимание. То есть когда мы сходили в настройки и классификаторы, сейчас вернемся еще раз и посмотрим, на кадрах будем, допустим, экспериментировать. То есть вот вы видите, что смотри так же, дальше идет достаточно большой список справочников. То есть, допустим, вот в разделе электронные трудовые книжки мы можем заполнить отчеты и посмотреть, как будет сформирован отчет ЕФС-1, поскольку это все-таки кадровые мероприятия. То есть отчет, который вот сейчас мы с этого года применяем, у нас заменил 4 отчета. Но сроки сохранились такие же, которые были и в первоначальных раздельных отчетах. То есть кадровые мероприятия, то есть прием, увольнение, кадровое перемещение, изменение окладов и так далее. Мы должны подать сведения о таких мероприятиях на следующий день после проведения такого мероприятия. То есть в этом случае мы должны подать отчет ЕФС-1, но не полностью весь отчет, а только тот раздел, который касается данного мероприятия. И, собственно говоря, трудовые книжки у нас такую возможность нам дают. То есть нам не надо идти ни в регламентированный учет, ни в финансовый результат. Мы заходим в электронные трудовые книжки, выбираем создать, просматриваем, что нам требуется. Например, сведения о трудовой деятельности работников. Выбираем этот отчет, он у нас формируется. И после этого, после формирования отчета, вот он у нас, видите, все сформирован. Здесь мы нажимаем кнопочку «Заполнить». И печатная форма. Вот здесь обращаю ваше особенное внимание, на что нужно посмотреть. Будет две печатные формы. То есть одна форма СЗВТД, то есть по старому формату, и будет еще одна форма EFS1. Вот для того, чтобы у вас эти функции были доступны, вам нужно в первую очередь проверить, какой у вас релиз программы установлен. Потому что в обычной жизни это было не столь актуально. То есть, ну там пропустил пару-тройку релизов, потом поставил на обновление. То сейчас практически в каждом релизе есть изменения, которые либо добавляют какую-то новую регламентированную отчетность, либо добавляют какие-то дополнительные справочники, которые будут нужны для заполнения. Ну, собственно говоря, практически каждый релиз. Вот у меня сейчас релиз не такой уж древний, но не последний. А вот обратите внимание, значит, вот эта пиктограммка позволяет нам посмотреть, сведения о нашей программе. И вот я вижу, что у меня установлена вот такая платформа. И ее можно не обновлять. Она позволяет работать с обновлениями. И вот такой вот релиз конфигурации. Вот он. Вот у нас 321, а сейчас есть последний релиз 8-410. То есть, как вы видите, в принципе, уже разница довольно ощутимая. И поскольку у меня не новый релиз, то при вызове формы... Ладно, провести. Провести он мне не даст, потому что здесь не заполнена статья. Ну и данные заполнены, передуманные. Но смысл в том, что если бы он у меня провелся, то мне была бы доступна только одна форма. То есть СЗВ-ТД старая. И, соответственно, в этом случае я могу залезть ручками, сформировать отчет СЗВ-ТД и запустить ручное редактирование. Но это положение не спасет, потому что кодировка отчета ЕФС-1 и старого отчета СЗВ-ТД будет разная. Ну и, соответственно, поскольку обычные пользователи вручную кодировку не исправят, то проще своевременно обновить программу, чтобы вам были доступны эти все новые функции. Так, сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. И хочу обратить внимание еще на один момент. То есть это мы с вами посмотрели, в чем разница между новыми и старыми версиями. И еще, соответственно, по новым классификаторам. Их несколько на самом деле. Вот мы с вами то, что сейчас смотрели, это вот они, справки журнала «Электронные трудовые книжки». Кроме этого, появились еще несколько моментов. То есть, во-первых, в таких сведениях требуется заполнить статус застрахованного лица. Статус это, ну, например, для российских граждан, то есть для резидентов, которые обычные, большинство обычных служащих там или работники, мы указываем код ГРФ, то есть гражданин Российской Федерации. Если мы с вами говорим, например, про гастарбайтеров, то есть работников, которые являются гражданами другой страны, либо лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, в этом случае код будет П, Ж и Г, то есть постоянные жители иностранного государства. В программе «Статус» застрахованного лица указывается сведение автоматически в поле код категории, то есть эти сведения берутся из карточки физического лица, которое мы заполняем при создании сотрудника. Ну и, соответственно, код категории мы можем откорректировать, если там произошли какие-то изменения. Сейчас мы еще один слайдик посмотрим с вами. То есть вот это договор работы на оказание услуг, то есть ГПХ-ный договор. Мы про него уже говорили, и вот какие поля здесь нас будут интересовать. Я не буду открывать его в конфигурации, потому что для того, чтобы заполнить вот в таком состоянии, я должна буду заполнить все справочники, которые касаются физического лица, сотрудника, штатное расписание мы не трогаем, поскольку у нас нет трудовых отношений по ГПХ. Но, тем не менее, мы должны проставить отметочку «Отражать трудовую деятельность». В этом случае сведения попадут в электронную трудовую книжку. И вот он, код по ОКЗ. То есть здесь, соответственно, тоже есть выбор, и мы выбираем, то есть вот эта вот кодировка 2250, ну, в принципе, рядовой бухгалтер редко на память может назвать эти коды, то есть открывается выпадающее меню, где вот эти коды даны с расшифровкой. Мы можем выбрать тот, который нам подходит. Ну, и, соответственно, как у нас выглядит, сейчас, извините, выглядит при каких-то кадровых мероприятиях, проведении кадровых мероприятий, где у нас какие коды еще задействуются. То есть вот видите, код категории, это у нас как раз-таки гражданин Российской Федерации, то есть это вот предыдущий наш слайдик ГРФ. Ну, и, естественно, если у вас другая ситуация, то вы выберете либо постоянный житель иностранного государства, ну, то есть то, что соответствует вашей ситуации. Обратите внимание, вот эти поля нужно заполнять все и тогда у вас будет формироваться отчетность. То есть практически, если вы первоначально заполнили правильно карточку сотрудника и заполнили договор, который вы с ним заключили правильно, то есть не пропустили никаких полей, заполнили все, что вам доступно, то в этом случае новый отчет ЕФС-1 будет формироваться очень просто и практически, ну, собственно, функция бухгалтера сводится как бы к диспетчерской, то есть достаточно нажать кнопочку заполнить, и программа вам вот это вот все изобразит. И вот трудовая функция это еще один новый справочник, который нам тоже будет доступен в общем списке функций. Сейчас мы переключимся еще раз, вот, и, значит, возьмем, например, например, ну, пусть возьмем зарплату. У нас в этих разделах, как вы видите, есть классификаторы, вот, то есть, соответственно, эти классификаторы нужно посмотреть, то есть, например, мы переходим, основание для учета стажа. Вот эти основания мы делаем, когда мы заполняем сотрудника, ну, и, соответственно, те позиции, которые у нас отмечены вот такой пиктограммкой, то есть, тире и точка, это создано при, то есть, это создано изначально, то есть, установлено через конфигуратор, и вы видите вот такую пиктограмму. Там, где можно добавить свои записи, то такой пиктограммки не будет, будет пиктограммка просто минус. То есть, смысл в том, что когда вы создаете какой-то новый классификатор, вам нужно обратить на это внимание. Это мы с вами смотрели классификаторы по зарплате, а по кадрам у нас тоже есть на что посмотреть, ну, то есть, здесь классификаторы другие. Допустим, еще один момент, который, на который мне хотелось обратить внимание, это сервисы. То есть, в разделе кадры есть и в разделе зарплата есть ссылка на один и тот же сервис, то есть, на самом деле, это не два разных, это один и тот же, просто поскольку удобно работать, не переключаясь между разделами, то мы можем и из кадров, и из зарплаты вывести вот этот сервис. Этот сервис позволяет работнику видеть свои, допустим, расчетные листки, или какие у него были начисления, или те же по больничным листам, если возникли какие-то моменты, но для того, чтобы это можно было использовать, требуется выполнить первоначальную настройку. Более подробно про сервис можно вот по гиперссылочке посмотреть, но на самом деле это сервис, который внешний, то есть, требуется оформить запрос на допуск и потом загрузить настройки из присланного файла. Ну, назначить ответственного, кто будет дежурной жертвой, и после этого нажать, выполнить очень сложную процедуру, нажать клавишу подключить. Так, мы с вами сейчас отсюда выйдем, вернемся снова к нашим слайдикам, и вот о чем поговорим еще. то есть, отчетность, которую мы будем сдавать, это касается и больничных листов, и отчетов, ну, то есть, всей документации, соответственно, поскольку это новые документы, новые алгоритмы, то, естественно, увеличены и штрафные санкции, которые за непредоставление или за несвоевременное отвечают, то есть, во-первых, за нарушение сроков и порядка предоставления отчета ЕФС-1. Здесь, соответственно, штрафы у нас остались 500 рублей за каждого застрахованного лица, и обратите внимание вот на этот вот пунктик, это у нас несоблюдение порядка сдачи в виде электронных документов, то есть, лески, нетрудоспособности мы получаем либо из ФСС бывшего, либо напрямую из медучреждения и формируем отправку сведений в ФСС, ну, например, первые три дня по-прежнему оплачивает работодатель, то есть, направляем эти сведения в установленном порядке в новый объединенный фонд, социальный фонд России. И если мы не соблюдаем порядок сдачи в электронном виде документов, нам грозит штраф тысячи рублей. Если в разделе два, то есть, это отчет, который был четыре ФСС, имеются ну, какие-то нарушения или он не предоставлен своевременно, то в этом случае штраф сохранился будет пять процентов от начисленной зарплаты за последние три месяца, ну, то есть, за последний квартал, но не более тридцати процентов и не менее тысячи рублей. Вот здесь, допустим, если у вас большие начисления были, то ограничение тридцать процентов все-таки хоть немножечко, но он спасает, так сказать, а вот штраф тысячи рублей, не менее тысячи рублей. Особенно для малых предприятий оказывается крайне неприятно, потому что если у вас начисление, например, составили там 200-300 рублей, а с вас возьмут тысячу, ну, это будет обидно. Может быть, не столько болезненно для бюджета вашей компании, но болезненно для самолюбия. еще еще один момент, если вам какие-то страховые, ну, какие-то санкции предъявили, то можно либо снизить их, либо вообще избежать. То есть с момента получения уведомления от фонда о том, что какие-то сведения там содержат ошибки или еще что-то, вы можете подать уточненку в течение пяти рабочих дней после получения уведомления об устранении ошибок. Я акцентирую внимание именно на слове получения, потому что мы еще чуть-чуть позже поговорим про эти сервисы, но возможность есть сократить время прохождения писем, информации от фискальных органов до получателей, то есть до вас. То есть если вы успеваете в течение пяти рабочих дней все исправить, то в этом случае все хорошо, но нужно помнить о том, что если вы подаете уточненку, то в этом случае действует второе правило. То есть вы должны создать документ, пересчитать налоговую базу, уплатить недоимку и после этого уже только отправлять уточненку, тогда у вас не будет штрафных санкций. Абсолютно такой же алгоритм у вас будет действовать, если вы сами нашли ошибку, исправить ее до того, как обнаружат органы фонда. Есть еще одно, вот это уже новшество, это уже творчество этого года, то есть принцип такой же, как при работе со штрафами ГИБДД. То есть если вы укладываетесь в отведенный срок, то в этом случае вы можете заплатить половину штрафа, то есть 50%. Сейчас мы с вами посмотрим табличку, которая иллюстрирует этот пример. То есть вот смотрите, сумма штрафа в 2022 году была 500 рублей за каждого работника, и в этом остается 500 рублей за каждого работника. Срок уплаты в 2022 году нам отводилось 10 календарных дней от даты получения, а в 2023 у нас уже идет 20 календарных дней от даты получения. То есть соответственно у нас на 10 дней вырос срок. В 2022 году снижение штрафов у нас не было предусмотрено, а сейчас если мы уложились в отведенное время, то есть 20 календарных дней, то 50% минус при оплате в установленный срок. То есть если мы все-таки не спали возле электронной почты, а читали ее хоть изрыдка, то тогда мы можем своевременно среагировать на полученные требования и соответственно уменьшить себе штрафные санкции. А освобождение от ответственности у нас наступает в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления. То есть 5 рабочих дней это практически рабочая неделя. Ну либо если мы самостоятельно выявили ошибки. То есть согласитесь в течение 5 рабочих дней нужно приложить усилия чтобы успеть в этот срок все сделать и пересчитать и вычислить недоимку и заплатить ее. Потому что только после этого когда мы пошлем у нас не будет штрафов. Сейчас мы с вами снова переключимся на нашу демобазу. так вот извините промахнулся Акела вот так значит я закрою этот кабинет и поговорим с вами вот о чем то есть кабинет закрыть он нам будет мешаться так ну и в общем-то вот раздел если мы берем все кадровые документы это журнал общий всех документов то есть здесь мы видим и прием на работу и больничный лес ну соответственно увольнение если они у нас будут у меня увольнение в демобазе не сделано поэтому мы его смотреть не будем и значит здесь поскольку мы начали смотреть дополнительные сервисы то есть раздел кадры мы с вами посмотрели то есть здесь есть настройки и справочники которые нам надо проверить и соответственно зарплата здесь тоже у нас есть настройки и справочники значит соответственно просмотрите очень внимательно вот дополнительные пункты меню потому что Здесь у нас есть разные формы, то есть разные документы. Когда мы говорим с вами про больничные листы, у нас есть два аспекта. То есть первый аспект – это отражение самого больничного листа. И второй аспект – это, если, например, отвлечься от того, что только договора ГПХ, это еще и табели. То есть фиксация результатов посещения рабочего места сотрудников в течение, например, месяца. Вот здесь вот, соответственно, у нас будет, если мы ввели правильно все документы, то больничный лист у нас отразится в табеле автоматически. И у нас есть пункт «Отсутствие по болезни, прогулы и неявки». Вот здесь у нас тоже с вами, это будет журнал, общий журнал документов. И, соответственно, у нас можно зафиксировать отсутствие на персонаж конкретный, то есть на индивидуально какого-то сотрудника, и можно использовать список. То есть обычно, когда создается табель, ну, несмотря на то, что сейчас в электронном формате идет обмен больничными листами, все равно может быть какая-то задержка. И в этом случае нужно зафиксировать это состояние вот документом, то есть что у нас отсутствовал сотрудник. Я просто сейчас покажу табель, чтобы долго не ждать, пока он соформируется. Я готовила к нашей встрече специально вот отдельно все документы. То есть я создала, что у меня сотрудник был на больничном листке, то есть вот Иванова и Нина Юрьевна. И вот у меня здесь отражается, сколько времени он отсутствовал. То есть вот видите, он был на больничном листе, и, соответственно, данные, которые были внесены в больничный лист, у меня отразятся в табеле. Но это больше административная функция, это не начисление по больничным листам, это уже больше кадровое, скажем так, мероприятие. Еще нам будет интересно посмотреть вот что. То есть мы с вами и в кадрах, и в зарплате, как я уже говорила, это один и тот же сервис, смотрели кабинет 1С, то есть кабинет сотрудника. Этот сервис предназначен для того, чтобы работники не дергали бухгалтерию по каждому, допустим, поводу, когда они хотят получить расчетный листок или посмотреть какие-то другие сведения, которые касаются их заработной платы и их начисления. У нас есть сервис с похожим названием, и живет он в разделе регламентированный учет. Вот он наш раздел 1С отчетность. Этот раздел у нас присутствует и в меню зарплата. И, собственно, интересует нас регламентированный отчет. Это общий журнал документов. То есть там будут отражаться все отчеты, которые у нас были сформированы. А вот дальше пошли дополнительные сервисы. И вот вы видите еще личные кабинеты. То есть на самом деле вот эти дополнительные опции нам доступны и из общего журнала. Вот мы сейчас перейдем в него. И хочу обратить внимание, 1С отчетность – это и название раздела, и дополнительный сервис, который в принципе в настоящее время стал очень удобен. Почему? Потому что, вот видите, программа сама себя похвалила. Потому что этот сервис позволяет напрямую, без участия операторов ТКС, работать с налоговыми, допустим, органами, ну то есть с фискальными органами. В этом случае минуется звено, когда мы передаем оператору фискальных данных сформированные отчеты, а оператор передает их уже на сайт фискальных органов. То есть при наличии таких коротких сроков, например, как 5 дней, экономия 1-2 дней – это уже достаточно ощутимо. То есть время на прохождение через вот это дополнительное плечо. Ну, программа сама себя очень хвалит, поэтому подробнее прочитать о сервисе можно вот по гиперссылке. Ну и подключиться здесь тоже очень несложно. Это можно сделать самостоятельно, без привлечения, допустим, сисадмина. Ну, в общем, нормальным советским бухгалтерам это вполне по силам, а некоторые даже не замечают, что они подключились. А так, еще про этот сервис пару моментов. Если вы являетесь подписчиками ИТС-ПРОФ, то сервис у вас бесплатный на номер лицо. И если вы являетесь подписчиками ИТС-Техно, то в этом случае сервис для вас будет платный, но стоимость его достаточно дружественная. То есть в зависимости от условий, сколько лицензии, например, вам нужно оформлять, стоить он будет от 3 800 до 4 800 за год. Если мы поделим эту сумму на 12 месяцев, то получится вполне дружественная циферка. Так, сейчас мы вот этот вот поднимем повыше, чтобы он нам не загораживал видным природой. Так, как вы видите, у нас наряду с основным журналом, здесь в верхней линейке сохранены все пункты, которые мы видели с вами через раздел. И вот они, наши личные кабинеты. То есть, в принципе, названия личные кабинеты присутствуют и здесь, и в предыдущем сервисе. Но, естественно, функции у них разные. То есть здесь личные кабинеты созданы для работы именно с информацией от организации, а не с личной информацией, как личный кабинет сотрудника. Если мы переходим в личные кабинеты, то здесь, как вы видите, есть ссылки напрямую на сайты вот фискальных органов. Личный кабинет налогоплательщика, допустим, юрлица или ИП, это без разницы, ну, сейчас ИП запустим, позволяет сразу перейти на сайт и, соответственно, первый шаг будет зарегистрировать там свой личный кабинет, а потом уже переход будет сразу в личный кабинет, и вы практически в режиме онлайн можете отслеживать информацию, которая там появляется. То есть появление каких-то требований, каких-то других документов. То есть практически, ну, как минимум полдня у вас сэкономится на то, что вы сразу в онлайне видите поступление всех сведений, а не ждете, пока их увидел оператор, потом переслал вам, и потом вы увидели это у себя в программе. И второй момент. Здесь, собственно говоря, доступ регулируется видом, то есть вы можете зайти через запись буш-услуг, через ключ электронной подписи. Ну, то есть вот вы видите разные варианты, как вы можете туда заходить. А на самом деле, на что нужно обратить внимание, это не совсем относится к больничным листам. К больничным листам у нас настройки, вот относятся настройки, то есть ФСС личный кабинет и ФСС личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности, о подтверждении вида деятельности, ну и другие социальные выплаты. То есть вы можете напрямую просмотреть ФСС, что прошел ваш больничный лист, не прошел, если какие-то требуются дополнительные сведения и так далее. А хотела я еще обратить ваше внимание на портал ФТС, то есть на статистику. В этом году, в 23-м году, добавлено достаточно много форм статистики, форм отчетов, которые мы должны сдавать, в том числе по заработной плате. И, соответственно, большое внимание уделено мобилизационным мероприятиям и сотрудникам, которые у вас были и наоборот отсутствовали, которые попадали под мобилизационные мероприятия. Для того, чтобы убедиться, что вы не попали ни под какую дополнительную выборку по отчетам, что вы не должны внезапно задавать еще какие-то отчеты, статистику конкретно, нужно зайти на сайт ФТС, то есть на сайт статистики, по своему ИНН проверить, какие отчеты вы должны сдавать. Если вы ни в какие выборки не попали, то облепченно можете выдохнуть. А вот если попали, вот здесь нужно смотреть, потому что в основном там дается информация по кадровому движению, кто куда, когда вышел, зашел и так далее. Ну и, соответственно, о начислениях, которые у вас происходили по сотрудникам. А в этом году, почему я на этом акцентирую внимание, потому что в прошлом году, если быть более точным, статистика начала выставлять штрафные санкции. То есть тема того, что статистика будет штрафовать, муссировалась достаточно давно. Но на практике это выглядело так, что девочки, где ваша статистика, немедленно нам ее пришлите, и тра-та-та. Девочки говорили, ай, что вы, сейчас пришлем? И, собственно, в любой форме, и обычным электронным письмом достаточно было сбросить эту заполненную форму. Сейчас статистика применяет штрафы за срыв сроков, за непредоставление отчетности, ну и так далее. Если вы вдруг не увидели, что вам по выборке на сайте статистики положено сдавать еще, например, 2, 3, 4 отчета, то в этом случае ваше объяснение, что вы не знали, слушать уже никто не будет. И будут предъявлены штрафные санкции до 70 тысяч рублей. Если такое правонарушение будет повторным за налоговый период, то штрафы возрастают до 150 тысяч. Ну, согласитесь, сэкономить даже те же 70 тысяч все-таки будет уже гораздо приятнее, чем получить эти штрафы и потом их оплачивать. Так, мы выходим с вами... А, вот еще один момент. У нас здесь есть раздел настройки, и мы в этом разделе можем выбирать отчетные формы, которые мы сдаем. То есть в журнале, в общем журнале у нас отражаются те отчеты, которые мы уже выгрузили, ну, соответственно, с ихними статусами. А мы можем здесь выбирать, какие конкретные мы хотим отчеты включить в эти избранные. Это можно сделать и отдельно через настройки, напрямую, вот, например, с журнала, с общего журнала мы задаем, что хотим создать новый отчет, и дальше выбираем. То есть видите, здесь у нас две закладочки избранные, это те, которые мы уже создавали, и все. Вот наш отчет ЕФС-1, который сейчас касается социальных и пенсионных сведений, у нас живет в разделе отчетность по физлицам. То есть вот мы можем открыть ее, и вот здесь обратите внимание, здесь нет отчета ЕФС-1, здесь есть отчет, например, сведения о трудовой деятельности работников СЗВТД. Когда мы его открываем, мы попадаем с вами в то же меню, которое мы уже смотрели, и там выбираем печатную форму ЕФС-1. И повторюсь, у этих отчетов разные разные внутренности, если сказать по-прилитарски, а если сказать по-правильному, разная кодировка. Это мы с вами заканчиваем. К сожалению, время нашей встречи подошло к концу. Мы с вами снова переключаемся в слайды. И здесь мне бы хотелось вернуться снова на первую страницу и напомнить вам наши контактные данные. То есть мы будем рады любому виду обращений, хоть через электронную почту, хоть через Телеграм, через сайт, то есть любым удобным для вас образом. Вы можете задать вопросы, которые у вас возникли, либо по теме вебинара, либо какие-то другие вопросы касательно программ семейства 1С. Мы с удовольствием вам ответим. У нас будет больше времени на разбор ситуации и на предметный ответ, то есть уже касательно ваших реалий. На этом компания Кудерлайн прощается с вами. Мы очень благодарны вам за время, которое вы нам уделили, за интерес, проявленный к нашим материалам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго! Продолжение следует...